Casio выпустила две модели умных G-Shock. Что выбрать между ними? Недели две назад мы делали ролик про новинки Casio с выставки Ингаргента в Мюнхене. Если интересно, посмотрите. А сегодня расскажем про то, что в него не вошло. Про мечту фанатов. Умный G-Shock. Casio выпустила сразу две модели и во многом не имеющие конкурентов. В этом ролике сравним их между собой с тем, что было у японской компании раньше и с тем, что есть у других производителей. Поговорим о том, что есть и чего не хватает в новинках. А в конце я расскажу о предстоящих анонсах умных часов еще от четырех брендов. Для тех, кто на канале впервые представлюсь, меня зовут Вячеслав Медведев. С 2000 года я выпускаю журналы о часах. Журнал «Мои часы» для покупателей часов и часовой бизнес для тех, кто их продает. Если вам интересны истории из мира красивых вещей и сложных механизмов, подписывайтесь и ставьте лайк. Меня часто ругают за серьезность. Я стараюсь не просто описывать часы, а давать чуть больше информации. Вот и сегодня. Попробую сравнить, как новинки соотносятся между собой и с тем, что есть на рынке. Начнем с истории. Подключаемые часы у Casio уже были. Еще в 2011 появился G-Shock GB6900. Затем было множество моделей Edifice, Arrangements с навигацией, про трек на Google VR. Про него мы рассказывали в ролике с Ингаргентой. Но фанатам все мало. Буквально вчера в комментариях спрашивали, почему Casio не сделает фитнес-трекер. Встречайте, вот он. GDB100. Функциональность модели скомбинирована из трех составляющих. Просто G-Shock, который включает 4 будильника, таймер, секундомер с памятью кругов. Акселерометр. Он дает информацию о расстоянии, темпе, калориях. И Bluetooth. Приложение работает с iOS и Android. Вы скажете, а в чем фишка? Все это уже было в GBA800. Теперь добавились оповещения. Часы просигнали то пришедших SMS, события к календаря, звонках и так далее. То есть это более чем полноценный трекер с дизайном и главными чертами G-Shock. И самое важное, с профессиональным спортивным софтом. Настраиваемый дисплей показывает время тренировки, число шагов по дням и, разумеется, время. Можно задать ограничения по пройденному расстоянию или сожженным калориям. Телефон подаст сигнал, когда пора расслабиться. Результаты тренировок можно передать на смартфон для анализа. Интересный момент. Компания отмечает, что шагомер можно откалибровать под ВАЗ по GPS-датчику телефона. Тогда он будет более точным. Касио обращает внимание на удобство модели. Задняя крышка сделана из резины со стекловолокном. Удобные кнопки, которые можно нажимать на бегу, не глядя. Амортизирующая проставку у браслета. В общем, как обычно, все должно быть довольно комфортно. Часы относительно легкие. 69 грамм. И главная фишка питания. Автономность. Здесь стоит литиевая батарейка CR2032, которая обещает хватить на 2 года. Батарейка крайне распространенная и каких-либо проблем с заменой не возникнет точно. Давайте сравним новинку с браслетами-трекерами и стрелочными смарт-часами. Правда, они бывают сильно разными, но все же. Из минусов. В часах не хватает управления музыкой, мониторинга пульса. Здесь черно-белый дисплей. Правда, контрастный и со светодиодной подсветкой. В плюсе новинки традиционные для G-Shock дизайн, ударопрочность, водонепроницаемость и автономность. Причем не только по питанию. Часы могут работать вообще без телефона, что кардинально отличает их и от браслетов, и от смарт-часов, где без телефона нельзя даже поправить время. С учетом цены в 200 долларов, вариант выглядит вполне рабочим. Однозначно более интересным, чем GBA 800. Итого, в GDB100 мы имеем все основные функции фитнес-трекера, плюс автономность 2 года и традиционную неубиваемость G-Shock, включая водонепроницаемость в 200 метров. Главный плюс модели по сравнению с трекерами – беспроблемность, автономность и уровень защиты. В отличие от аналоговых смарт-часов, новинка умеет принимать сообщения и имеет кучу специализированных функций для планирования и анализа тренировок. Набор функций почти идеальный. Мне кажется, абсолютному большинству людей его хватит за глаза. Попробуйте в комментариях подобрать конкурентов. Возможно, кому-то не понравится дизайн G-Shock. Наверняка скоро этот модуль появится и в других линейках. Кстати, надежность Casio не шутка. Например, недавно мы проводили тесты розыгрыш дайверских часов Seiko. В таблице результатов можно увидеть Casio GA-200. Эти вроде бы доступные часы выдержали давление в 450 метров. Но пора перейти к старшей модели. По традициям Casio ее индекс вполне может ввести нас в заблуждение. От младшего она отличается на один нолик и на букву H. Внешность тоже похожа. Мы сравним ее с другими устройствами, но сперва обсудим, чем она похожа на GDB-100. Они обе имеют 4 будильника, замеряют время тренировки, расстояние, темп, расход калорий, принимают уведомления об SMS, событиях календаря, звонках и почте. У GDB-H1000 такой же нетактильный монохромный, но контрастный дисплей, который можно настраивать. Объединяют модели автоматическая светодиодная подсветка и режимы тренировок, автоматическое и ручное задание круга, установка целевого порога по времени или сожженным калориям. Так же как в младшей модели время и часовой пояс, часы могут получать с телефона. А теперь проговорим про отличия. В железо часов добавилось несколько датчиков. Оптический, сердечный ритм, GPS, цифровой компас, альтиметр, он же высотомер и термометр. Но самое интересное, добавилась солнечная зарядка. По отдельности все это уже было в часах Casio. Например, сочетание GPS и солнечной батареи в Rangeman. Ролик был на нашем канале. Но теперь все собрано вместе. А это совершенно другое дело. Есть ли что-то, чего в часах не хватает? Есть. Есть сенсорного стекла, цветного экрана, сторонних приложений, аудио, возможности звонить, автономной навигации с картой и платежной системой. Думаю, что из этого списка серьезным недостатком является отсутствие Bluetooth-аудио. Все же это удобно на тренировках. По остальному лично я не всплакну. С минусами понятно, а что в плюсе? Внешне вес и размер. Она больше диаметром, толще и тяжелее, 100 грамм. Хотя это и немного по сравнению с остальной механикой. За счет этого добавился набор датчиков, который роднит новинку с ProTrack'ами и с устройствами от Garmin. Появление автономного датчика GPS дало возможность точно замерять скорость, динамику и запоминать график перемещения на местности. После тренировки его можно загрузить в смартфон. Приложение позволяет составлять планы тренировок под конкретные цели. Датчик сердечного ритма позволяет анализировать частоту сердечных сокращений, прямо на часах демонстрировать их в виде графика, оповещать о превышении установленной вами частоты сердцебиения, анализировать аэробный и анаэробный тренировочный эффект. Важно, что часы замеряют не только частоту сердцебиения, но и множество специальных параметров, например, вариабельность. Но главное даже не аппаратура. Для анализа состояния организма часы используют алгоритмы от Firstbit Technologies, той самой компании, чьим сервисом пользуются Garmin и большинство производителей спортивного профессионального оборудования. Более того, именно это в компании считают главным новшеством модели. Владелец может не просто анализировать и планировать свои тренировки, но и обмениваться этой информацией с другими. А это путь к созданию комьюнити. И на закуску самое интересное – солнечная батарея. Представители компании говорят, что в этих часах всего один элемент питания. Но и запасать энергию, и расходовать ее он может по-разному. Для работы базовых функций, в которые входит время, оповещение и шагомер, достаточно зарядки на свету, полежать 2 часа на солнце или 8 под искусственным светом. Автономность более чем хорошая. В режиме времени, который включает шагомер и функцию уведомления – около 12 месяцев. Это не 2 года, как уже DB100, но все равно за глаза. Ближайший конкурент, Fenix 6 от Garmin, обещает всего 80 дней, и то без шагомера и уведомлений. Чтобы пользоваться энергоемкими функциями, к которым относятся GPS и контроль пульса, используется кабель. После 2,5 часов зарядки в самом нагруженном режиме гаджет сможет проработать до 14 часов. Если отключить GPS и оставить только функцию контроля сердечного ритма, батарейки хватит на 66 часов. Кстати, позицию GPS можно засекать ежесекундно, а можно более экономно – раз в минуту. Самое интересное – цены и сроки. Младшая модель должна стоить около 200 долларов. Самая крутая изначально заявлялась около 400, но по последним сведениям получается в районе 500 долларов. Устройства должны появиться на рынке в апреле, а до России дойдут, скорее всего, ближе к осени. Итого, сравним тысячную с другими устройствами. Против младшей модели, GDB-H1000 имеет множество датчиков и солнечную зарядку. От других умных часов отличается неубиваемостью, водонепроницаемостью до 200 метров, автономностью до года и солнечной зарядкой, которая снимает вообще все вопросы про обслуживание и замену батареек. Напишите в комментариях, кого вы считаете конкурентами GDB-H1000. Как мне кажется, ближайшим из них считается Phoenix 6 от Garmin. Он имеет больше спортивных функций, но в два раза дороже, а реальный параметр автономности несколько хуже Casio. Да и время можно переставить только с помощью телефона. К минусам Casio можно отнести монохромный и нетактильный дисплей и отсутствие аудиофункций. Вот здесь придется потерпеть. На самом деле гораздо больше вопросов вызывает софтверная часть. В часах используется собственная операционная система. Насколько стабильной и устойчивой она окажется, мы узнаем только через некоторое время. Но уже сегодня можно без преувеличения сказать, что новинки означают настоящий прорыв. По сути, Casio предложила новый тип устройств. Она сохранила свою идеологию. Выпускать не наручное предложение телефона, а наоборот. Использовать телефон для расширения возможностей главного устройства – часов. При этом сами часы могут более чем успешно работать самостоятельно. Что приятно, несмотря на определенную путаницу в индексах и внешнюю схожесть, модели совершенно четко отличаются между собой как ценой, так и набором возможностей. Устраивать необходимый минимум в виде G-Shock с Bluetooth и шагомера – с вас 200 долларов. А если привыкли все в жизни иметь по максимуму – 500. Будет и кардиомонитор, и GPS, и еще куча не особо нужных, но забавных вещей, типа альтиметра. Чего не будет проблем с батарейкой. Правда, лично мне будет не хватать еще и Bluetooth Audio. Я бы на месте японцев. Вместо бестолкового альтиметра воткнул лишний чип для записи музыкальных треков. Вот это была бы вещь. Если нравится идея, ставьте лайк и напишите, что бы выбрали вы. А я тем временем выполню обещание. Расскажу об умных проектах других часовых компаний. Потому что уже совсем скоро сделать выбор вам будет непросто. Пойдем от дешевых к дорогим. На выставке в Мюнхене группа Fistino объявила об использовании технологии Cronobi для создания аналоговых умных часов для большинства своих марок. Lotus, Condina, Fistino, Jaguar. Мы сняли эти часы в Мюнхене. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить ролик. Часы должны появиться в середине-конце весны. Говорят, самые дешевые модели будут стоить около 100 евро, самые дорогие – в пределах 500. Swatch Group еще в прошлом году анонсировала TISO собственной операционкой. Выпуск задержался, но уже летом обещают показать Smart Touch. Умные часы, похожие на знаменитый T-Touch. Цены не говорят, но похоже, что ближе к 1000 долларов. Или чуть выше. Буквально на днях очередную версию Connect покажет такое. Подпишитесь, чтобы не пропустить обзор. И очередную версию флагманской модели Mark готовит Garmin. Цены в 200 тысяч рублей компанию не смущают. Год назад я тестировал самый дорогой – автомобильный вариант Garmin Mark. Ролик есть на канале, если интересно, посмотрите. И напишите в комментариях, какая из этих четырех новинок кажется вам наиболее интересной. Ну что же, у Casio много плюсов, но конкуренция будет жесткой. Жмите лайк, жмите подписаться, чтобы увидеть больше интересного из мира красивых вещей и сложных механизмов. До новых встреч!